В Междуречье и Мокшей Суры расположилась солнечная Мордовия. Она почти на 30% покрыта лесами. Для сохранения и восстановления лесных массивов в республике были созданы две особо охраняемые природные территории – Мордовский заповедник и Национальный парк Смольный. И сейчас основное богатство заповедной Мордовии – это лес с его богатой флорой и фауной. С древних времен жители Мордовии обожествляли лес. По их поверьям, в лесах, реках и озерах обитало множество волшебных существ. А может быть, они обитают и по сей день? Так в лесу властвует Верява – душа леса, его безраздельная хозяйка и хранительница. Она не покидает леса и встречает каждого путника. Заглянем во владения Верявы и мы. Приглашаем вас на прогулку в Мордовский заповедный лес. Ранним летним утречком мы решили отправиться к владычице леса – Веряве. С древних времен народ Мордовии поклонялся Веряве. И прежде чем зайти в ее лес, спрашивал у нее разрешения и приносил ей дары. Заповедный лес богат разнообразием пород деревьев и кустарников. Каждое дерево в нашем заповедно-сказочном лесу Верявы наградило покровителем. Мордва, жившая в лесной зоне, поэтизировала деревья. Они представлялись носителями неиссякаемых сил, символами плодородия, здоровья, богатства. Береза, по-макшански Келу, в народной культуре олицетворяла плодородие и женское начало. К божеству березы Келу-Пазу обращались с молитвами о здоровье и плодовитости скота. Березу считали надежным оберегом от нечистой силы, спутницей счастья. А внутри дуба, по поверьям древней Мордвы, обитает Тума-Паз, божество дуба. И если береза – это олицетворение женского начала, то дуб, безусловно, сила мужского начала, олицетворение силы и мудрости. И древние люди полагали, что божество этого мощного дерева способно избавить их от засухи и мора. Хозяйка леса оберегает не только деревья. Под ее покровительством находятся звери, птицы и другие лесные жители, которых в этом лесу не счесть. А в помощники она выбрала медведя – офта. В древние времена люди верили в то, что есть в Мордовии медвежья земля – офтомастер. С медведем связано очень много легенд и мифов. А теперь мы вступаем во владение хозяйки воды – Ведява. Вот Ведява, и прими мои подношения. В заповедном лесу под присмотром Ведявы находится множество озер, рек и прудов, а рыба в них видимо-невидимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова